Сегодня мы обсудим ход реализации национальной технологической инициативы. Уже в ближайшие десятилетия, а может быть даже и не десятилетия, а просто годы структура мировой экономики принципиально изменится. Возникают не просто новые рынки, меняются сами основы экономики, зарабатывают на этом. Будут те, кто сможет двигаться, естественно, быстрее конкурентов. Опоздавшие же останутся на обочине. Пока мы движемся медленно. Национальная технологическая инициатива нам нужна для того, чтобы не бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами. То есть вырастить такие технологии, которые будут определять направление развития, если хотите диктовать такую технологическую моду. Меняется не только экономика, меняется уклад жизни. Вот я только что встречался с молодыми людьми самых разных профессий. Но всех объединяет, естественно, интерес к новым технологиям, которые они уже стараются везде использовать в своей работе. Понятно, что невозможно одновременно охватить всё, но по каким-то отдельным направлениям нужно приложить максимум усилий, соединить возможности нашей науки, вузов, промышленных предприятий добиться прорывных результатов. За два с половиной года, то есть с того момента, как президент в своём послании дал старт научно-технической нашей инициативе, мы создали организационную основу. При этом в нашем президиуме регулярно действует межведомственная рабочая группа. Её сопредседателем являются мои коллеги, которые сидят по двум сторонам. А по конкретным направлениям созданы рабочие группы, их 11 штук, и реализуются дорожные карты, их 7. На базе российской венчурной компании работает проектный офис и фонд НТИ. Реализуются и проекты. Они в разной стадии, конечно, реализации. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, где-то нам больше удаётся, где-то меньше. Тем не менее, эти проекты идут, их тематика связана с цифровым моделированием. И с геоинформационными системами, и с беспилотной техникой, и нейроинтерфейсом. Сейчас мне некоторые разработки коллеги внизу демонстрировали. Это на самом деле интересно. И что, может быть, особенно отрадно, часть из них уже имеет коммерческое использование, то есть они коммерциализованы. И перед нами, конечно, стоит задача законодательства приспособить, потому что не везде оно у нас современное. Поэтому нам нужно научиться действительно превращать эти проекты в конкретные решения, которые можно применять в самых разных регионах. Причём не всегда есть необходимость применять такие разработки сразу в масштабах всей страны. Нужно постепенно расширять эти возможности, стимулировать развитие пилотных площадок для внедрения новейших технологий. Кстати, и в этом регионе этим занимаются. Андрей Сергеевич Никизин, он, как известно, стоял у истоков этой нашей инициативы в качестве руководителя агентства стратегических инициатив. Остановлюсь на некоторых позициях, которые, на мой взгляд, требуют нашего внимания. Первое – это то, о чём я уже начал говорить – нормативно-правовое регулирование. Законодательство консервативно в силу его природы, это нормально, но отдельные нормы могут просто блокировать эффективное внедрение новых технологий. Сейчас мне коллеги рассказывали, где мы продвинулись, где не продвигаемся. Поэтому важно своевременно снимать избыточные требования, которые являются барьерами для новых идей. Вообще нужно продумать механизм, который аналогичен оценке регулирующего воздействия, но применять его в отношении НТИ. Задача – сделать нормативную среду максимально дружелюбной по отношению к инновациям. Второе – финансы. Мы направляем в эту программу значительные бюджетные средства. В этом году, с учётом переноса средств прошлого года, финансирование программы составит почти 12,5 миллиардов рублей. Но мы прорабатываем бюджеты и на следующую трёхлетку. Сегодня мы это обсудим. Также нужно обеспечить комплексное сопровождение инновационных проектов на всех этапах. Для этого в реализации НТИ уже используются наши профильные институты развития, и Фонд содействия инновациям, и Сколково, и Центр, и Роснано, и целый ряд других. Но эта координация могла бы быть более тесной. На ранней стадии проектов необходимы и гранты, и субсидии, и, конечно, венчурные инструменты. Одновременно нужно подталкивать наиболее успешные разработки к выходу на обычные условия привлечения инвестиций. Если проект действительно коммерчески перспективный, нужно активнее использовать и возвратное финансирование. Ну, конечно, там где-то возможно. Мы уже обсуждали, что в рамках своей новой стратегии Внешэкономбанк мог бы здесь играть более активную роль. В меморандуму финансовой политики ВЭБа уже внесены соответствующие поправки. Правила деньги, конечно, очень важны, но не менее важно готовить специалистов, которые будут реализовывать эти проекты. Поэтому третье направление – кадровое. Здесь мы видим особое место для наших университетов. На последнем заседании президиума, на предыдущем заседании президиума, в Казани 25 мая мы обсуждали задачи студенческого технологического предпринимательства. Конечно, важно, чтобы все эти усилия работали и на решение задачи НТИ. В этом году мы предусмотрели 2 миллиарда рублей на развитие сети центров НТИ на базе университетов и научных организаций. Но речь может идти не только об университетах. Идеология НТИ в этом смысле шире. Она включает и популяризацию технического творчества среди школьников, и проведение Олимпиады, и технологических конкурсов. Реализуется программа развития детских технопарков, кванториумов. Все это, конечно, очень хорошо и приносит определенные плоды. Сегодня мы поэтому посмотрим еще одну дорожную карту, которая посвящена кружкам. Сегодня мы обсудим ход реализации НТИ уже в ближайшие десятилетия, а может быть даже и не десятилетия, а просто годы. Структура мировой экономики принципиально изменится. Возникают не просто новые рынки, меняются сами основы экономики, зарабатывают на этом. Там будут те, кто сможет двигаться, естественно, быстрее конкурентов. Опоздавшие же останутся на обочине. Пока мы движемся медленно. Национальная технологическая инициатива нам нужна для того, чтобы не бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами. То есть вырастет такие технологии, которые будут определять направление развития, если хотите диктовать такую технологическую моду. Меняется не только экономика, меняется уклад жизни. Вот я только что встречался с молодыми людьми самых разных профессий, но всех объединяет, естественно, интерес к новым технологиям. Сегодня мы это обсудим. Также нужно обеспечить комплексное сопровождение инновационных проектов на всех этапах. Для этого в реализации МТИ уже используются наши профильные институты развития и Фонд содействия инновациям, и Сколково, Центр, и Роснано, и целый ряд других. Но эта координация могла бы быть более тесной. На ранней стадии проектов необходимы и гранты, и субсидии, и, конечно, венчурные инструменты. Одновременно нужно подталкивать наиболее успешные разработки к выходу на обычные условия привлечения инвестиций. Если проект действительно коммерчески перспективный, нужно активнее использовать и возвратное финансирование. Ну, конечно, там где-то возможно. Мы уже обсуждали, что в рамках своей новой стратегии Внешэкономбанк мог бы здесь играть более активную роль. В меморандуму финансовой политики ВЭБа уже внесены соответствующие поправки. Правила «деньги», конечно, очень важны, но не менее важно готовить специалистов, которые будут реализовывать эти проекты. Поэтому третье направление – кадровое. Здесь мы видим особое место для наших университетов. Проекты идут, их тематика связана с цифровым моделированием, и с геоинформационными системами, и с беспилотной техникой, и нейроинтерфейсом. Сейчас вот мне некоторые разработки коллеги внизу демонстрировали. Это на самом деле интересно, и что, может быть, особенно отрадно, часть из них уже имеет коммерческое использование, то есть они коммерциализованы. И перед нами, конечно, стоит задача законодательства приспособить, потому что не везде оно у нас современное. Поэтому нам нужно научиться действительно превращать эти проекты в конкретные решения, которые можно применять в самых разных регионах. Причём не всегда есть необходимость применять такие разработки сразу в масштабах всей страны. Нужно постепенно расширять эти возможности, стимулировать развитие пилотных площадок для внедрения новейших технологий. Кстати, и в этом регионе этим занимаются. Андрей Сергеевич Никизин, он, как известно, стоял у истоков этой нашей инициативы в качестве руководителя агентства стратегических инициатив. Остановлюсь на некоторых позициях, которые, на мой взгляд, требуют нашего внимания. Первое – это то, о чём я уже начал говорить – нормативно-правовое регулирование. Законодательство консервативно в силу его природы, это нормально, но отдельные нормы могут просто блокировать эффективное внедрение новых технологий. Сейчас мне коллеги рассказывали, где мы продвинулись, где не продвигаемся. Поэтому важно своевременно снимать избыточные требования, которые являются барьерами для новых идей. Вообще нужно продумать механизм, который аналогичен оценке регулирующего воздействия, но применять его в отношении НТИ. Задача – сделать нормативную среду максимально дружелюбной по отношению к инновациям. Второе – финансы. Мы направляем в эту программу значительные бюджетные средства. В этом году, с учётом переноса средств прошлого года, финансирование программы составит почти 12,5 миллиардов рублей. Но мы прорабатываем бюджеты на следующую трюльнюю, которые они уже стараются везде использовать в своей работе. Понятно, что невозможно одновременно охватить всё, но по каким-то отдельным направлениям нужно приложить максимум усилий, соединить возможности нашей науки, вузов, промышленных предприятий, добиться прорывных результатов. За два с половиной года, то есть с того момента, как президент в своём послании дал старт научно-технической нашей инициативе, мы создали организационную основу. При этом в нашем призюдии регулярно действует межведомственная рабочая группа, её сопредседателем являются мои коллеги, которые сидят по двум сторонам, а по конкретным направлениям созданы рабочие группы, их 11 штук, и реализуются дорожные карты, их 7. На базе российской венчурной компании работает проектный офис и фонд НТИ. Реализуются и проекты, они в разной стадии, конечно, реализации, какие-то быстрее, какие-то медленнее, где-то там нам больше удаётся, где-то меньше, тем не менее, значит, эти проекты...